Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. В сегодняшнем видео, наверное, мы будем заканчивать кавказскую тему. А сегодня приготовим король или царь любого кавказского стола, суп харчо. Ну, в основном, конечно, грузинского стола, наверное, я оговорился, не кавказского, а грузинского. Есть очень много рецептов приготовления супа харчо. Мы будем готовить один из вариантов суп харчо по-менгрельски. Отличается он тем, что в него добавляются греческие орешки. Эталон этого супа готовят в ресторане Старой Тбилиси, который находится в городе Тбилиси, на метро Медицинский университет. Если будете, зайдите в этот ресторан, там прекрасное все, но суп харчо там просто великолепен, он идеальный. Вот мы его в точности скопировали. Получился у нас очень классный рецепт. В общем, первое, что нам понадобится, это вот такая вот говяжья вырезка. Совершенно чистая. Вот у нас трехлитровая кастрюлька, то есть у нас получится где-то 3,5 литра супа. Нам понадобится 800 грамм вырезки. Также мы подготовили ребрышки. Мы подготовили бараньи ребрышки, но можно использовать и свиные ребрышки, и просто косточки. Это исключительно для бульона. Для того, чтобы бульон не мытнел, мы их предварительно вымочили в холодной водичке. Нам понадобится 2 болгарских перчика, 5 помидоров, 4 средние луковички, 150 грамм грецких орехов, хороший пучок зелени. Основа супа харчо из зелени это кинза. Мы берем вот такой вот пучок кинзы, ну я не знаю, на вскидку здесь грамм 60-70, правда? Ну грамм 50. Ну грамм 50, ладно. И веточку базилика. Нам понадобится полстакана риса, 4-5 зубчиков чеснока и острый перчик. Из специй мы будем использовать самую главную грузинскую специю хмели-сунели. Обожаю этот запах. И будем использовать грузинскую сухую аджику. Итак, друзья, первое, что нам надо сделать, это, естественно, сварить бульон. А для этого нам надо порезать мясо. Сейчас Лариса нам покажет, как это сделать. У меня сегодня нет настроения резать мясо. Поэтому предоставим этот, так сказать, почетный... Вообще мужчина должен резать мясо. Я знаю, вы меня сейчас закидаете бумажками. Но сегодня будет резать Лариса. Косточки мы можем сразу же закинуть в кастрюльку. Эти косточки дадут бульону навар, нужную жирность. Нам надо получить очень густой бульон, очень наваристый такой. Потому что харчо это такой вот очень наваристый суп. А говядинку режем на кусочки где-то 2 на 2 сантиметра. То есть очень крупные куски нам не нужны, как, допустим, используются, ну, к примеру, в хаше или в хашламе в таких супах. А нужны меленькие кусочки. Они как бы не порционные, а просто ложатся в тарелку определенное количество мяса. Ну, собственно говоря, сколько повар захочет его положить, столько и положит. Вот, Лариса знает, что я люблю очень мясо в харчо, поэтому мне повар всегда ложит побольше. Вот, где-то вот на такие вот кусочки режем нашу говядинку. Говядинка, вы видите, отборную Лариса купила. Просто, ну, потрясающая говядина. Говядина, она в сыром виде возбуждает приличный аппетит. Когда Лариса порежет мяско, и мы приступим к приготовлению бульончика. Мы порезали все мяско, забросили его в кастрюльку, заливаем водой. Примерно, примерно около 2,5 литров у нас воды туда поместится. И ставим закипать, чтобы быстро закипело. Как только закипит, надо будет снять пенку, которая образовывается при закипании мяса, снова бульоном, и покажем, как это сделать. А пока, друзья, нарежем все остальные ингредиенты, которые у нас есть. Сейчас Лариса их нарежет, подготовит. Я, чтобы не показывать процесс нарезки, я потом по каждому ингредиенту, по фракциям расскажу, как его правильно нарезать. И, естественно, рецепт самого супа харчо я размещу в описании этого видео. Итак, завели водичкой, включаем большой огонь, чтобы закипело как можно быстрее. Когда водичка закипела, ну, она начинает закипать, начинаем тщательно снимать пенку. И делаем это вплоть до того, как водичка закипит. Пенки будет достаточно много, потому что много мяса. Если этого не сделать, друзья, бульон будет мутный, непрозрачный и неэстетический на вид, скажем так. Дожидаемся, вот берем, можно шумовочкой, можно ложечкой, так как Лариса. Я, кстати, не знаю, что на шумовочку. Наверное, кастрюлька неудобная для шумовочки, потому что она загнута вовнутрь, и туда засунуть шумовочку не очень получается. В общем, снимаем всю пенку до того момента, как бульончик закипит. После этого оставляем бульон вариться на очень медленном огне на полтора часа. Ничего туда не добавляем. Ой, Лариса чуть не уронила ложечку. Главное, тщательно снять пенку. А в это время Лариса нарежет все остальные ингредиенты, ну, то есть овощи. И я вам расскажу, как их правильно нарезать. Наше мясо варится уже полтора часа, и мы подготовили все ингредиенты нашего харчо, нарезали их. Значит, перец и чеснок мы покрошили очень мелко, вот такими вот кубиками, где-то 2-2,5 мм. Чеснок давить через давилку не надо, именно его надо нарезать. Зелень мелко покрошили. Перец нарезали кольцами, и после этого порезали на вот такие вот кусочки, где-то шириной, они миллиметров 5-6, и длиной около 2 см. Помидоры порезали на кубики, примерно полтора сантиметра. Лук достаточно мелко покрошили. Друзья, орехи. Рис мы не крошили, рис таки остался рисом. Сейчас только забочим его немножко. Орехи. Орехи надо растолочь в ступке, то есть, ну вот как бы их надо измельчить. Как это сделать по-другому, я, честно говоря, не знаю. А вот Лариса их блендером перемолола, показывает мне. Ну, я всегда толок в ступке. Лариса применила механизацию. В общем, должна получиться вот такая вот фракция орешков. То есть, они должны получиться, ну, размером, я даже не знаю, со что это, чуть мельче гречки. Вот так вот. То есть, они должны быть, ну, вот такая вот штука должна получиться. И, друзья, мы подготовили все продукты. И сейчас по очереди, в нужном порядке, начнем их заправлять в наш харчок. Мы разогрели сковородочку, наливаем подсолнечного масла и обжариваем лучок. Обжариваем его до какого состояния? До такого прозрачного. То есть, не до золотистой корочки, а чтоб он выпустил всю воду и стал прозрачным. Сейчас обжарим, покажем. Пока обжаривается наш лучок, достаем из бульона косточки. Вон, какой у нас наваристый бульончик получился. Сами косточки нам больше не понадобятся. И, в принципе, мы все любим пресное мясо. Если же вы любите вот такое вот мяско, которое остается на косточках, это мяско нужно срезать и тоже положить его в супчик. Ну, а косточки можно скормить каким-нибудь собачкам. И засыпаем в бульончик, предварительно замоченный рис. Обжарился лучок и добавляем туда болгарский перчик. Вместе с лучком обжариваем еще минут 5. В это время бульончик вместе с рисом варится у нас на очень медленном огне. Через 5 минут, когда перчик обжарился, добавляем сюда нарезанные помидоры. Они придадут нашему харчо цвет. И все вместе обжариваем еще 5 минут. Да, забыл сказать, что помидорчики надо с помидором, нам нужно снять кожуру. Ага. То есть ты их когда чистила... Друзья, я прошу прощения, не присутствовала, когда Лариса чистила. И действительно, ну, всегда, когда помидоры ложишь в суп, чтобы шкурка от помидоров не плавала в супе, потому что будет выглядеть крайне неприятно, с них надо снять шкурочку. Это их, наверное, ошпарило, да, для того, чтобы снять шкурочку? Да, предварительно ошпарим кипятком. Тогда шкурочка легко снимается. Лариса молчит, как партизан. Я говорю, как это молчит. А я тут монтирую видео, тут снимаю и кое-чего упустил. Поэтому извиняемся, друзья. Ну, вот так вот обжариваем еще 5 минут. После того, как помидорчики обжарились, видите, оно все приобретает уже вот такой вид соуса больше, чем отдельных овощей. Добавляем в зажарку чеснок и перец. И добавляем хмели-сунели и аджику, которую мы подготовили. В общем, мы подготовили где-то по пол чайной ложечки. Но, опять же, это вопрос вкуса. Насколько любите вы специи? Допустим, аджики больше. А, аджики где-то столовую ложку. Но столовая ложка аджики сделает достаточно острый суп-харчо. Он, собственно, должен быть такой острый. Если вы не любите очень острый, то ложите чуть-чуть меньше. И что же касается перца чили. Если вы не любите очень острый суп или по каким-то причинам не хотите есть очень острый, то перец чили можно либо вообще не ложить, либо ложить его меньше, чем стручок. Мы просто все едим очень острое. Ну и как бы и грузины готовят грузинская пища. Она, в принципе, самая острая из всех кавказских кухонь. Обжарили все это примерно еще две минутки. И можем заправлять наш суп-харчо. Выкладываем весь соус. Хорошенько перемешиваем. И оставляем его на медленном огне вариться еще где-то 30-35 минут. Но главный критерий сейчас у нас это рис. Да, обязательно не забываем посолить, естественно. На такой объем Лариса берет, вот видите, столовую ложку, чуть с горкой. Но, опять же, солите аккуратно, солите по предпочтениям. Можно начать просто со столовой ложки без горки. Досолить всегда можно, а уменьшить количество соли навряд ли получится. Итак, оставляем на 30-35 минут. Основной критерий, как я уже сказал, готовность риса. Мясо у нас уже готово. За 15 минут до окончания, до того, как суп будет полностью готов, то есть, ну, грубо говоря, через 15 минут, после того, как мы бросили туда зажарку, высыпаем подготовленные орешки, которые мы перемололи. Вот, собственно говоря, кстати, орешки, это и есть основное отличие классического харчо от харчо подмингрельский. Причем есть разные варианты. Мы пробовали разные варианты харчо по-мингрельски. Просто заправленные орешками. Пробовали в одном месте, такой, что он был как каша, в нем ложка стояла. Его можно было бы смело назвать ореховой кашей с мясом, а не супом харчо. Заправили орешки. Ждем еще 15-20 минут, друзья, и будем пробовать. Потом, естественно, перед окончанием варки уже заправим зеленью. Ну, собственно говоря, все по порядку, я забегаю вперед. Наш супчик, друзья, готов. Теперь надо его заправить той зеленью, которую мы приготовили заранее. Заправляем ее нашей зеленью. Выключаем, ну, прекращаем его варить. Выключаем, накрываем крышечкой. И даем супчику настояться где-то в течение 15-20 минут лучше. То есть, чтобы зелень отдала запахи. Ну, в любом случае, любое блюдо, в том числе суп, должен отдохнуть. А вообще, как вы знаете, есть четкое утверждение о том, что самый вкусный борщ на второй день. Так вот, я вам скажу, это утверждение касается не только борща, а совершенно любого супа. Как видите, харчо получился достаточно густой. Сейчас дадим ему отдохнуть, немножко остыть и будем дегустировать, друзья. Ну что, друзья, попробуем харчо. Хотя дегустация супа, конечно, сомнительное занятие. Я уверен, что суп получился классный, но все равно расскажу вам. Потому что очень многие зрители возмущаются. А как же нет конечного результата? А вот и конечный результат в тарелке у меня. О! Это божественно! Что я вам могу сказать? Самый настоящий харчо по-менгрельски. Будете в Тбилиси, загляните в ресторан старый Тбилиси на метро Медицинский университет. Вы останетесь довольны, и вот именно там вы можете попробовать такое харчо. Это не в центре. Ну, я не рекламирую ресторан на самом деле, он просто очень крутой. Ресторан не в центре, поэтому там нет туристов, там есть только местные. Причем очень много грузинов приходят туда, ужинают, сидят компаниями, там играет живая музыка. И там подают прекрасную еду. Причем стоит она где-то процентов на 30 дешевле, чем в центре. Попробую мяско. Говядина тает во рту. Друзья, не буду вас утомлять своим чревоугодием. Харчо получился великолепный, просто потрясающий. Очень вам рекомендую этот рецепт. Попробуйте, не пожалеете. Он реально очень-очень вкусный. На этом будем заканчивать, друзья. Надеюсь, что видео было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, а мы будем снимать для вас новые видео. Всего доброго, пока.